ПЛИТКИ Это нужно, чтобы напольное покрытие адаптировалось к климатическим условиям помещения во избежание деформации после монтажа. Кварц-виниловая плитка Wonderful Vinyl Floor укладывается на сухое, ровное и чистое основание. Если есть трещины, их нужно заделать, неровности выровнять. Плитку ПВХ нужно класть на жесткое основание, например, бетонную стяжку, водостойкую фанеру, ОСБ-плиту или даже кафель. Ламинат, линолеум и ковролин для основания не подойдут. Их нужно демонтировать. Перед укладкой надо произвести тщательную уборку помещения, чтобы пыль, грязь и другие частицы не попали на механический замок. Для монтажа плитки ПВХ вам понадобится карандаш, рулетка, уголок и канцелярский нож. Перед укладкой нужно проверить упаковку и плитку ПВХ на наличие дефектов при хорошем освещении. Обязательно убедитесь в том, что каналы замкового соединения каждой плитки свободны от различного мусора, который может препятствовать правильному соединению между плитками. Кварцвиниловая плитка с замковой системой соединения – это свободно лежащее напольное покрытие. Его не нужно крепить к основанию с помощью гвоздей, шурупов или клея. Кроме того, плитка укладывается без какой-либо подложки. Начинать монтаж покрытия нужно с угла комнаты слева направо. Первую плитку нужно уложить так, чтобы выступ с замком смотрел на вас. Возле стен рекомендуется оставить зазор 5 мм для компенсации теплового расширения материала при изменении температуры внутри помещения. В дальнейшем зазор может быть закрыт плинтусом. Вторая плитка под углом 30 градусов вставляется с торцевой стороны в замок первой и защелкивается, прижимая к полу. Таким образом выкладывается первый ряд. Последняя плитка обрезается с учетом зазора 5 мм. Следующий ряд должен быть уложен со смещением, то есть в виде кирпичной кладки. Смещение должно быть около половины длины плитки, но не менее 30 см. Такой вид укладки считается более прочным. Если часть плитки, оставшаяся при завершении первого ряда не менее 30 см, ее можно использовать как начальную для второго ряда. Либо можно распилить целую плитку на две равные части. Вставьте продольную сторону плитки под углом в замок и защелкните, прижав ее к полу. Затем установите следующую плитку ПВХ в торцевой замок предыдущей и зафиксируйте соединение по длинной стороне замка в предыдущий ряд. После защелкивания при необходимости можно подбить планку ладонью. Использовать для этих целей молоток или другие инструменты нельзя. Это может привести к повреждению замкового соединения. Далее таким же образом происходит монтаж последующих рядов. Простота укладки. Замковая система соединения делает процесс монтажа плитки чистым, легким и быстрым. Также такой монтаж делает плитку ПВХ абсолютно ремонтопригодной. И если вам все же удалось испортить плитку, например, уронив топор, то нужно будет заменить только один элемент без вреда для всей поверхности. Для демонтажа плитки ПВХ рекомендуется полностью разобрать напольное покрытие до поврежденного участка. Но для экономии времени вы можете осуществить замену с помощью канцелярского ножа и монтажного клея. Сначала на плитке делается Y-образный разрез. Это позволит извлечь поврежденный элемент из общей поверхности напольного покрытия. С помощью канцелярского ножа с новой плитки срезаются торцевой и продольной замки. Монтажный клей наносим на выступающий замок соседних плиток. Куски бумаги нужны здесь для того, чтобы заменяемый элемент приклеился к плитке, а не к полу. Остатки клея убираются тряпочкой. Для долгой службы плитки ПВХ рекомендуется постелить у входной двери коврик, собирающий грязь с улицы и как минимум раз в неделю делать влажную уборку помещения. Для идеальной чистоты нужно использовать специальные средства по уходу за виниловым напольным покрытием. Для предотвращения быстрого износа плитки ПВХ, подножки мебели и бытовых приборов положите специальные подкладки из войлока или пробки, которые следует периодически очищать от песка и грязи. А при их перемещении подкладывайте под них куски толстого картона. Субтитры создавал DimaTorzok